Руководитель области Георгий Тука побывал на учениях милицейских подразделений Луганщины на полигоне для испытания боевой техники и в созданной с ноля ведомственной больнице. С подробностями наши корреспонденты. В минувшую субботу бойцы патрульно-постовой службы, гаишники и милицейский спецназ проводили учения. За всем этим внимательно наблюдал глава Луганской областной военно-гражданской госпитарственной администрации Георгий Тука. По его словам, раньше у него не было времени познакомиться с тем, чем конкретно занимается милиция. Я только с генералом общаюсь постоянно. Посмотреть, как люди живут, чем они занимаются, у меня не получалось. Вот наконец-то удалось. Договорились с утра до вечера, будем вместе. В этот день Георгий Тука увидел, как милиционеры специального батальона патрульно-постовой службы, применяя приемы военного альпинизма, зачищали от условных террористов захваченное многоэтажное здание. Как несут службы бойцы на блокпосте Лисичанск-Горская, как на уровне спецназа могут работать инспекторы ГАИ. Также глава области побывал на полигоне для испытания боевой техники в расположении батальона «Луганск-1» и в воссозданной буквально с ноля больнице главного управления МВД в Луганской области. А потом ему показали учения милицейского спецназа по освобождению жилых помещений и административных зданий с использованием боевых патронов, гранат и снарядов. Главный милиционер области удовлетворен навыками своих подчиненных. Я с уверенностью могу сказать, что это подразделение в системе МВД лучше на Украине, потому что они идут под боевыми пулями, они повидали жизнь, они знают, что такое фунт лихо. Подготовкой луганских милиционеров занимаются имеющие боевой опыт инструкторы волонтерского центра «Патриот» из Грузии и Израиля. Андрей Давыденко, Илья Трофимов. Пади. Продолжение следует...